На прошедшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета был рассмотрен вопрос наказания футбольного клуба «Зенит» за оскорбительный баннер про легендарного советского вратаря Льва Яшина на стадионе «Петровский». Я говорю решение, оно таково. Это проведение следующего в первенстве России по футболу матча, домашнего матча на своем поле. Без зрителей. Многим журналистам такое решение показалось слишком мягким, особенно в свете того, что «Зенит» не заплатит денежный штраф. Нет такой финансовой санкции, которая бы могла быть за это нарушение, потому что это очень мало. Здесь в разы надо, конечно, было давать больше. На вопрос, нужно ли ужесточить регламент в связи с данным случаем, Котков ответил четко. Ну, вы знаете, я отвечу тогда просто «да». Да, да. Случай с оскорбительным баннером вызвал однозначно негативную реакцию среди всех фанатов. Своим взглядом на сложившуюся ситуацию поделился лидер фан-движения «Спартака». Инициаторы и реализаторы, скажем так, этого баннера, они, по моим данным, уже найдены и наказаны самими же представителями фан-движения. Этот баннер, в принципе, к которому были причастны 5-10 человек, он сейчас затрагивает абсолютно всех. Он затронул «Спартак», он затронет и все остальные московские клубы. Неизвестно, что будет в межсезонье, неизвестно, как будет отредактирован регламент к следующему году. Поэтому меры могут быть очень серьезными. Конечно, не хотелось бы, чтобы цивилизованные фанатские группировки, там, движения страдали из-за идиотов.